Хай-хай, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Борода, это Зона Зет, всеми полюбившаяся так быстро игра, которая набирает популярность и просто неимоверно. Сегодня мы с вами отправимся в новую локацию, ребят. Сегодня мы с вами пойдем в безопасную зону, но зону шахт, где мы еще с вами ни разу не были. Для меня это точно так же интересно, как поход в любую другую локацию, потому что для меня это что-то новенькое, и здесь я еще ни разу не был. Надеюсь, тебе тоже, дорогой друг, будет интересно, что я смогу... Воу! Воу! Надеюсь, тебе тоже будет интересно, что я смогу здесь вылутить, но вы посмотрите, настолько она эпичная. Боже, вот эти пески, знаешь, радиационные настроения, что ли, если можно так, конечно же, выражаться. Атмосфера, которая погружает тебя в эпоху сталкера, фэллаута самых лютых времен. Блин, это самая крутая атмосфера, которую я видел в играх данного жанра. Вот я не говорю о том, что это самая крутая игра данного жанра. Я говорю о том, что атмосфера, которую передает эта игра, атмосфера, которую передает именно эта локация сейчас, это бесценно. Это самое крутое, что я видел на данный момент. Лучше вот этого я не видел еще ни разу. Это жесть. Воу, у меня аж мурашки по коже идут, ребята, вы представляете, насколько должна передаваться атмосфера игры, атмосфера локаций, что у меня. Сидя далеко по ту сторону экрана, передается такая атмосфера. У меня идут гребаные мурашки по телу. Камон, ребят. Блин, это жесть. Вот эти звуки, стоны различных зомби при убийстве, они все разные полностью. Большая визуализация, несмотря на то, что характеристики у всех практически одни и те же, визуализация идет полностью разная. Блядь, чувак появился, который побежал сумку лутать. Вот ублюдок, блядь, пес. Хорошо, я открываю сумку и залутываю. Отлично. Я тупо схитрил, ребят. Прикиньте, он не успел. А, я не успел теперь. Я просто вкрысеныша взял и залутал прям под ним. Я забыл, что здесь идет онлайн, представляешь? Просто банально забыл о том, что в игре идет лютый онлайн и ты, блин, борешься за каждую, за каждый ресурс, за каждый сантиметр, который ты проходишь на этой локации. Я просто банально забыл, понимаете? Все. Я только что мог просрать на самом-то деле действительно сумку и не забрать нужный так сильно мне ресурс. И это было бы просто катастрофически для меня, понимаете? Это было бы просто печально. Новый вид животного, снежный баран. До этого я ни разу еще баранов не встречал. Давайте посмотрим, что с них можно выбить. Так, барани и роги, кожа. Блин. Помимо того, что мы получаем стандартный набор мяса там и шкура, мы получаем разные, ребят, разные от каждого животного до присурсы. Я, кстати, апнул девятый уровень. Я молодец. Крышечки, хорошо. И рога считается, вот отображение по рогам идет. Как уникального, редкого предмета в сравнении со всеми остальными. Он реально отличается. Он выделен. И значит, что это что-то ценное. С этого вообще ничего не упало, к сожалению. Так, пошел я дальше. Там вижу человек, который перемещается. Они перемещаются, блин, быстро, суки. Так, хорошо, крышечки я забрал. Пошли дальше. Ягоду нужно забрать, потому что сейчас там где-то внизу ползает. Так, и ткани. Ткани, ткани это хорошо, потому что ткани мне нужно много. И ткани, как казалось, стоят очень дорого. У торговцев стоят очень дорого эти ткани. И это на самом-то деле очень сильно раздражает. Какого хрена? Почему они у них стоят так дорого? Это непростительно просто на самом-то деле. Хочу еще осмотреться, посмотреть, что здесь есть. Интересного, крутого. Пока что я нашел несколько новых животных. Я нашел новые руды. Так, вот вверху, кстати, еще одна новая руда. Ну, не новая, точнее, руда. Это та руда, которая более-менее считается редкой. Хорошо, это я забираю все. Отлично. Так, спид лимит 35 миль. То есть нам показывают дорожные знаки. То есть до мелочей все прорисовано. Показывается, что здесь была проезжая часть, здесь была дорога. И мы сейчас просто наблюдаем за тем, что с ней стало. А за тем, как она изменилась. И я не знаю, просто сколько прошло времени с того момента. Но, видать, прошло достаточно долгое количество времени. Этот ублюдок забирает мои ресурсы, представляете? За ним там кто-то бежит. Давай я его заберу. А мне крышечки надо. Я бы хотел бензина все-таки купить. Так, у меня не хватает на все это дело. Так, что у меня по инвентарю? У меня практически все забито уже. Я думаю, можно кирку доломать и все. Так, вон вижу барашку. Я бы хотел барашку все-таки убить. Как по мне, с барашки больше пользы, чем с глыбы камня. Хорошо. К сожалению, рога мне не упали. Кстати, карта, это сделано по кругу. Принцип спирали. Ты просто ходишь и собираешь лотик. Так, я стараюсь обращать внимание на более редкие руды. Потому что обычный известняк можно найти и в лесу. А вот что-то более редкое попадается только на специализированных локациях. Поэтому надо уделять этому время, конечно же. Что я и пытаюсь сделать. Так, все. Кирка сломана. Новых инструментов я делать не буду. В принципе, мы осмотрели. Можно выходить. Давайте подобьем итог, что у нас вышло. У нас получилось... Почему это? А, вот это известняк тогда получается. А от этого все редкое. Хорошо. Известняка у нас много, но он нам не важен. 9 железной руды. Кварца 8 штук. Что самое главное? Я нашел 4 тряпки, которые мне были реально необходимы. Я нашел 1 большой бараний рог. И 2 болта. Это означает, ребят, что теперь я смогу себе скрафтить мачете. Понимаете? Вот уже прямо сейчас я могу сделать себе свой первый мачете. И что еще круче, я могу сделать себе булаву, у которой дамага 11-11. Это на данный момент самая жесткая, доступная мне пуха. Потому что я считаю, что это гораздо круче, чем лопата 10-16. 11-11 четко, жестко и реально плодотворно. С вами был Борода. Это была Зона Зет. Мы зачистили шахты первого уровня. Дальше, естественно, больше. Мы познакомимся с каждой из локаций, которые есть на карте. И начнем пилить гайды. Всем спасибо. Пока-пока.